Не было вначале ничего. Ни неба, ни земли. Один лишь хаос. Тёмный безграничный заполнял Собою всё. Он был источником и началом жизни. Всё произошло из него. И мир, и земля, и бессмертные боги. Так представляли сотворение мира древние греки. А как они появились сами? На какой территории расселились и чем занимались? Древние греки жили на Балканском полуострове. Природные условия оказывали большое влияние на их жизнь. Полуостров покрыт скалистыми горами, разделяющими Грецию на мелкие области. Крупных рек на полуострове нет. Лето здесь жаркое и засушливое. Плодородных земель мало. Со всех сторон, кроме Северной, Греция омывается морями. Берега изрезаны удобными бухтами. Вокруг расположено множество островов. И самый большой из них – Крит. Сообщение между различными частями Греции шло чаще всего по морю. Не случайно древние греки были опытными мореплавателями. Они строили вместительные корабли и отправлялись на них в дальнее плавание. Балканская Греция делилась на три части – Северную, Среднюю и Южную. Северная Греция отличалась суровым горным климатом. Здесь, на вершине самой высокой горы Олимпа, никогда не таял снег, и по легендам обитали греческие боги. Из Северной Греции в Среднюю Грецию ведёт узкий проход, пролегающий между горами и морем. Важнейшая область Средней Греции – Аттика. Именно здесь находился самый знаменитый город Древней Греции – Афины. В Южной Греции расположен полуостров Пелопонез. На полуострове находилось греческое государство Спарта, прославившееся своими храбрыми воинами. Предки древних греков жили на севере Балканского полуострова. Начиная с конца III тысячелетия до н.э. они постепенно проникали на юг полуострова, прилегающие к нему острова Иоаннического, Средиземного, Иогейского морей и западное побережье Малой Азии. Свою новую родину греки называли Элладой, а себя Эллиными. Общее имя греки им дали позже древние римляне. У древних греков существовал миф о всемирном потопе. Согласно ему, в незапамятные времена весь мир оказался покрытым водой. Спаслись только два человека – мужчина и женщина. У них родился сын, которого назвали Эллин. От него ведут начало основные эллинские племена – Ахейцы и Дорийцы. Основным занятием древних греков было земледелие. В плодородных долинах греки выращивали ячмень и пшеницу, виноград, оливки, фрукты и овощи. Из плодов оливкового дерева выжимали масло, а из винограда делали вино. На склонах гор пасли коз и овец. Землю пахали с помощью быков. Почти в каждом хозяйстве держали свиней и птицу. Плодородных земель было недостаточно, поэтому хлеба в Греции не хватало. Зерно обычно ввозили, обменивая его на вино и оливковое масло. В горах добывались полезные ископаемые – железо, медь, свинец, серебро и мрамор. Из мрамора греки строили великолепные храмы и создавали скульптуры. Имели залежи глины. Однако своего металла в Греции было мало. Его приходилось ввозить из других стран. Ценная древесина горных лесов использовалась для строительства кораблей и в различных ремеслах. Из глины делали домашнюю посуду и сосуды для хранения и перевозки жидких и сыпучих продуктов. Таким образом, Древняя Греция была расположена на территории юго-балканского полуострова, островах Эгейского, Ионического и Средиземного морей, а также западного побережья Малой Азии. Древние греки называли себя Эллинами, а свою родину – Элладой. Древние греки занимались земледелием, животноводством и ремёслами, освоили кораблестроение и мореплавание. Первые государства в Греции возникли на острове Крит. В древности здесь жили негреческие племена. Учёные назвали их кретянами или минойцами по имени легендарного царя Миноса. Древние греки признавали остров родиной отца всех богов и людей – Зевса. Когда и как критское государство достигло могущества, в результате каких событий оно погибло? Остров Крит расположен на морском пути из Египта в Грецию. Его жители активно осваивали пригодные для обработки земли, развивали животноводство и ремёсла. Жизненно важным занятием была рыбная ловля. В конце третьего тысячелетия до н.э. на острове Крит возникли небольшие государства. Центром каждого являлся дворец со своим правителем. В дворце жили также жрецы, многочисленная знать и прислуга. Такие государства учёные назвали дворцовыми. Основную часть населения Крита составляли земледельцы. Они жили общинами, обрабатывали свои земельные наделы и поставляли продукты в дворцовую казну. При дворцах находились многочисленные ремесленные мастерские. За сделанную работу ремесленники получали продукты питания. Правители Крита использовали труд рабов и рабынь. Расцвет цивилизации на Крите относится к 16-му первой половине 15-го века до н.э. В это время Крит был объединён под властью царей из города Кнос. Самый знаменитый из них – легендарный Минос. Цари Крита создали сильный военный флот и установили господство на Игейском море. Критяне проникали в самые отдалённые уголки Средиземноморья. Они торговали с Египтом, Финикией и другими странами. Развитие критской цивилизации было прервано стихийным бедствием. В середине 16-го века до н.э. недалеко от Крита произошло мощное извержение вулкана. Многие города и дворцы были разрушены. Через несколько десятков лет на остров стали переселяться греки-ахейцы. Они заимствовали у критян их культурные достижения и прежде всего знаки критской письменности. Критяне были прекрасными строителями, создателями дворцовых комплексов. В 1900 году английские археологи раскопали Кносский дворец. Это самый грандиозный из всех критских дворцов. Он был высотой в 2-3 этажа и занимал территорию около гектара. В дворце имелось множество комнат, залы для религиозных церемоний, система снабжения водой и канализация. В лабиринте проходов, коридоров и лестниц было легко заблудиться, что, возможно, породило легенду о лабиринте и Минотавре. На стенах царских покоев сохранились фрески. На них с большим мастерством изображались сцены притворной жизни. Критские художники с любовью рисовали сады, луга, цветы, растения, море с рыбами и другими морскими существами. В их живописи отсутствуют сцены жестоких военных походов и сражений. Как и многие народы, для хозяйственных записей критяне изобрели рисуночное письмо. Оно состояло примерно из 150 знаков. Позже были созданы знаки, обозначавшие отдельные слоги. Верховным божеством у критян была великая богиня-мать. Её изображали в различных обликах. И богини со змеями, и владыщицы зверей, и богини-охотницы. У критян было также божество, в котором сочетались черты человека и быка. Божеством поклонялись священных рощах, пещерах, во дворцах правителей. Небольшое святилище с жертвенными столами устанавливались рядом с домами простых людей. В культовых церемониях большая роль принадлежала женщинам. Это говорит о том, что в критском обществе женщины пользовались особым почётом. Таким образом, критяне были создателями первой древнейшей европейской цивилизации. Учёные открыли на Крите царские дворцы. Главным среди них был Кносский дворец. Цари Крита долгое время господствовали в Эгейском море. Важнейшее достижение этой цивилизации – письменность. Ахейцы приспособили её для греческого языка. Миф от Исея и Минотаври. Царь Минос тяжёлой данью обложил Афины. Жители города должны были регулярно отправлять на Крит семь юношей и семь девушек. Там их пожирал Минотавр. Свирепые чудо с головой быка и телом человека, обитавшие в лабиринте. В этом огромном сооружении было столько комнат и запутанных коридоров, что, попав туда, уже было невозможно выбраться на свободу. Храбрый юноша Тисей, сын афинского царя Эгея, решил убить Минотавра. Он сказал отцу, что если он победит, то матросы поднимут на корабле белые паруса, если погибнет, то чёрные. Тисей победил чудовище, но забыл о своём обещании отцу. Когда царь Эгей увидел чёрные паруса, он бросился с высокой скалы в море. С той поры это море стали называть Эгейским. С историей цивилизации, возникшей на территории материковой Греции, связано множество мифов и легенд. Греки придумывали и пересказывали необычные истории, в которых смешивались правда и вымысел, и только благодаря учёным, археологам мы можем приблизиться к истине. В чём особенности мекенской цивилизации? Когда и почему она прекратила существование? В конце III тысячелетия до н.э. с северо-балканского полуострова в Грецию вторглись племена греков-ахейцев. Завоеватели находились на более низком уровне развития, чем местное население. Только с XVI века до н.э. начинается подъём хозяйства и культуры Ахейской Греции. Возникла мекенская цивилизация по названию самого сильного государства ахейцев – Мекен. Это была первая цивилизация на территории материковой Греции. Как и на Крите, центрами небольших государств были дворцы с прилегающей территорией. В отличие от критских, ахейские дворцы имели мощное укрепление. Это означает, что ахейские цари враждовали друг с другом и часто совершали военные походы. Дворцовое государство Мекены располагалось в Южной Греции. Правители Мекен и высшая знать обладали несметными сокровищами. В царских погребениях археологи обнаружили много золотых вещей – украшения, бронзовые мечи и прочее оружие. Неудивительно, что древние греки называли Мекены златообильными. Мекенские цари часто совершали набеги на прибрежные поселения. На северо-западном побережье Малой Азии их торговым соперником стало небольшое Троянское царство. Около 1200 года до н.э. Мекенский царь во главе Объединенного войска Ахейских государств отправился завоевывать Трою. О войне между троянцами и греками повествуют древнейшие легенды и сказания. Из поколения в поколение они передавались в устной форме. В 8 веке до н.э. величайший греческий поэт Гомер положил их в основу своей поэмы «Илиада». Как сообщает Гомер, война за Трою шла на протяжении 10 лет. Греки никак не могли овладеть городом. Наконец, самый хитроумный из них, Одиссей, придумал, как взять Трою. По его совету у крепостной стены построили огромную деревянную статую коня. Внутри статуи спряталось несколько воинов. Остальные сели на корабли и отплыли в открытое море. Легковерные троянцы решили, что греки ушли совсем. Они обрадовались долгожданной победе и втащили коня в город. Ночью греческие воины вышли из деревянного коня и открыли городские ворота. Вместе с тайно вернувшимися товарищами они напали на спящих троянцев. Трою разрушили и сожгли, а её царя убили. Так закончилась троянская война. Долгое время люди считали историю о трое мифом. Только в конце XIX века немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман доказал, что трое существовало. На территории современной Турции он раскопал руины легендарного древнего города. Ахейцы заимствовали знаки критского письма и приспособили его для греческого языка. Их письменами были покрыты многочисленные таблички, которые сохранились до нашего времени. В насценной живописи ахейских дворцов преобладала военная тема. Ахейцы чаще всего изображали сражения, боевые колесницы, осаду крепостей. Во время раскопок археологи нашли скульптуры из мрамора и глины. Древнейшим образцом каменной скульптуры в Европе являются львиные ворота, входные ворота Микен. Микенская цивилизация была сильно ослаблена Троянской войной. В это время с севера Балканского полуострова на юг, в Грецию, устремились племена греков-дорийцев. Они не обладали культурой и навыками ахейцев, но были вооружены железными, а не бронзовыми мечами. Новые завоеватели захватили и разрушили почти все дворцы. Была забыта письменность, пришли в запустение города и крепости, замерла торговля. Таким образом, вскоре после окончания Троянской войны погибла и Микенская цивилизация. Подведем итоги. Микенская цивилизация была первой цивилизацией на территории материковой Греции. Ахейцы создали дворцовое государство и высокоразвитую культуру. Троянская война ослабила ахейцев, и они стали лёгкой добычей для дорийских племён. Периодом в истории Древней Греции с 8 века до нашей эры учёные называют «греческим чудом». Греки не создали единое государство, но смогли соперничать с самыми развитыми странами того времени, как были устроены в древнегреческих государствах жизнь и управление. Мы уже знаем, что дорийское завоевание обернулось бедствием для Ахейской Греции. Цветущее государство были разрушены. Культура, ремёсла и торговля пришли в упадок. Земледельцы трудились, не покладая рук, но твёрдые почвы плохо поддавались обработке деревянными и медными орудиями труда. Перемены в хозяйственной жизни начались только в 8 веке до нашей эры. Они были связаны с освоением техники выплавки и обработки железа и его широким распространением. Использование железных орудий труда позволило лучше возделывать почву и получать хорошее урожае. В Греции увеличилась площадь обрабатываемых земель, стало больше зерна и домашних животных. Выросла численность населения. Земледельцы начали продавать появившиеся излишки урожая, ремесленники, свои изделия. Быстро развивались торговля и кораблестроение. В это же время зарождаются наука, философия, литература. Сложилась новая письменность, возникшая под влиянием финикийского алфавита. В 8-6 веках до н.э. в Древней Греции возникли сотни самостоятельных городов-государств. Они жили по своим законам и правилам, имели своих правителей и вооружённые силы. Назывались эти города-государства полисами. Полисы выросли из небольших укреплённых посёлков. Центром полиса был город. К нему примыкала окружавшая его территория с немногочисленными поселениями. В каждом таком государстве проживало в среднем от 5 до 10 тысяч человек. Основная часть населения жила в городе. Его центром являлся Акрополь, обычно строившийся на холме. Здесь находились храмы богов. В них размещалась казна и архив. В подножии Акрополя располагались дома граждан и рыночная площадь, а гора. Коренные жители полиса, мужчины, которые имели в собственности землю и участвовали в управлении полисом, считались гражданами. Только граждане могли голосовать на народных собраниях, владеть собственностью, выступать от своего имени в суде. Почётной обязанностью каждого гражданина была защита отечества. Переселенцы из других полисов и их потомки назывались метеками. Они не имели всех этих прав и гражданами не являлись. Поэтому они чаще всего занимались ремеслом и торговлей. Абсолютно бесправными были только рабы. Армия полиса состояла из всех его граждан, кроме стариков. Основной силой войска были тяжеловооружённые пехотинцы – гоплиты. В бою гоплиты выстраивались в линию и в затылок друг другу несколькими рядами. Такой строй назывался фалангой. Первоначально вся власть в полисах находилась в руках родовой знати. Такая власть называлась аристократией, то есть властью лучших и знатных. Знатные люди захватывали земли, расположенные в плодородных долинах, опутывали земледельцев долгами. В неурожайные годы беднейшие земледельцы часто брали в долг зерно или деньги у богатых соседей. Но не так-то просто было вернуть долги в срок, поэтому земледельцу приходилось расплачиваться участком земли. Нередко он вынужден был отдавать в рабство жену, детей, а то и самого себя. Мнение аристократов значило больше, чем мнение простого народа – Демоса. Знатные люди с презрением относились к простолюдинам, потому что считали себя потомками богов и древних царей. Несмотря на это, рядовые граждане стремились участвовать в управлении полисом. Бедняки требовали отмены долгового рабства и передела части земли, захваченной аристократами. Борьба между аристократами и Демосом превращалась во многих полисах в настоящую войну. Опираясь на Демос, власть во многих полисах силой захватывали тираны. Их власть называли тиранией. Тираны жесток расправлялись с аристократами, но думали они не о благе народа, а лишь об укреплении своей единоличной власти. Однако их правление в полисах в Древней Греции было недолговечным. Таким образом, освоение техники выплавки и обработки железа сыграло большую роль в развитии греческого общества, которое становилось сильнее и богаче. Появились города-государства – полисы. Они составили основу древнегреческой цивилизации. В полисах шла борьба за власть между Демосом и аристократией. В 8-6 веках до н.э. древние греки расселились по берегам Средиземного и Черного морей. Переселение греков и создание поселений на чужих землях историки назвали «великой греческой колонизацией». В чём состоят причины, трудности и значения греческой колонизации? Причины переселения греков были различными. Но основная – одна. В Греции резко увеличилось число жителей. Часть греков уже не могла прокормиться на родине. Условия жизни становились всё хуже и хуже. А свободных земель в гористой Греции и на островах не было. Выходом мог быть только поиск подходящих земель на чужбине. Переселение носило организованный характер. Власти полиса устраивали разведывательные экспедиции, назначали ответственных лиц за организацию отъезда переселенцев и освоение новых земель. Перед дальней дорогой будущие колонисты посещали Дельфийский храм. Если предсказания богов были неблагоприятными, то отъезд переносился. Если жизнь на новом месте складывалась благополучно, делегация колонистов посещала бывший родной город с богатыми дарами. Колонисты, обычно жители из одного города, переселялись группами по 100-200 человек. Они везли с собой скот, оружие, семена, горсть земли, свои отчизны и огонь, которые старательно охраняли. На пути к новой родине их ждало много опасностей, бури, болезни, голод и холод, нападения морских разбойников, пиратов. Но вот все тяготы путешествия позади. Переселенцы выбирали удобное место возле гавани или в устье реки на возвышенности. Высыпали под ноги землю, привезенную с родины. На ней раскладывали костер, после этого приносили жертву богам в знак благодарности и с надеждой на будущее. Затем делили землю на равные участки, под пашню и для выпаса скота. Строили храмы и жилища. Город окружали стенами. Устроившись, перевозили женщин, детей и стариков. Так начиналась новая жизнь на новом месте. Греки-колонисты не порывали связей с родным городом, из которого приплыли. Они называли его метрополией – городом матерью. Если колонист возвращался на родину, он наделялся всеми правами гражданина. В то же время колонии были совершенно независимы от метрополий. Крупнейшей метрополией являлся город Милет в Малой Азии. Жители этого города основали десятки колоний. Несколько колоний основали Афины и всего одну Спарта. Эллины встретились с народами, которые отличались от них по языку, обычаям, религии и культуре. Всех, кто говорил на непонятном языке, они называли варварами. Для греков варварами были и персы, и египтяне, и жители Вавилонии, не говоря уже об отсталых племенах. Слово варвар означало чужак, не эллин. Со временем греки стали считать только себя лучшими, достойными, во всем превосходящими варваров, рождённых для рабства. Колонизация способствовала развитию хозяйства, торговли и кораблестроения. Она раздвигала границы древнегреческого мира. Эллины сначала заселили побережья Южной Италии и Сицилии, а затем современной Южной Франции и Испании. Основали крупные колонии на берегах Чёрного моря, в том числе на территории современных России, Украины и Грузии. Однако, где бы ни жили греки, они говорили на одном языке, поклонялись одним богам. Они всегда осознавали своё отличие от других народов и принадлежность к миру эллинов. Таким образом, в результате переселения греки основали колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Колонизация способствовала подъёму хозяйственной жизни, торговли и кораблестроения, формированию у греков чувства принадлежности к единому народу. Древнегреческий историк Фукидид считал, что если Спарта когда-нибудь исчезнет, а затем будет раскопана будущими поколениями, то по найденным следам никто не сможет определить, насколько могущественным было это государство. В чём своеобразие спартанского государства? Как было устроено общество и управление в Спарте? Каковы особенности образа жизни населения? Спартанское государство возникло на юге Пелопонесского полуострова, плодородной долине с красивым названием Лаконика. В XI веке до н.э. местных жителей, греков-ахейцев, поработили племена греков-дорийцев. Победителей было намного меньше, чем покорённых, поэтому все они поселились в одном месте – на реке Эврот. В X веке до н.э. здесь возникла Спарта – несколько сотен отдельных поселений, без укреплений и оборонительных стен. С этого времени завоеватели стали называть себя спартиатами. Их поселение постепенно превратилось в центр могущественного государства. Основными органами власти в Спарте были Совет Старейшин и Народные Собрания. Совет Старейшин состоял из 28 человек, избиравшихся пожизненно, и двух царей. Народное собрание – это общее собрание граждан-спартиатов, на котором принимались важнейшие решения. Но только старейшины имели право выступать на собрании и предлагать решения. Граждане лишь принимали или отклоняли криками предложения старейшин. Командующими войском были два царя. Их должности передавались по наследству. Ежегодно избирались пять эфоров, надзиравших за соблюдением законов и судивших за их нарушения. Они могли осудить и царей. Государственный строй в Спарте назывался олигархией, так как власть в ней принадлежала немногим. Население Спарты делилось на три категории – Спартеатов, Элотов и Перееков. Свободными и равноправными гражданами являлись Спартеаты. Они не занимались землетелием, торговлей или ремеслом. Почти не интересовались наукой и искусством. Всю жизнь посвящали военным упражнениям. Много воевали со своими соседями и преуспели в военном деле. Все захваченные земли и рабов Спартеаты делили между собой поровну. Но трудились на этих землях Элоты. Это были земледельцы-рабы, которые половину своего урожая отдавали хозяевам. Они не могли свободно передвигаться по стране. С разрешения верховных властей любой Спартеат мог безнаказанно убить Элота. Спартеаты охотились на своих кормильцев, тайком убивая сильнейших. Они делали это для того, чтобы вселить ужас в людей, сломить их в волю к сопротивлению. Элоты ненавидели своих хозяев и часто выступали против них. Торговлей и ремеслом занимались перееки – переселенцы и их потомки. Они не были рабами, но и не имели гражданских прав жителя полиса. Перееки не могли участвовать в управлении государством. Поселения Спартанского полиса были без крепостных стен. Спартеаты считали, что лучшей защитой полиса являются его воины. Поэтому воспитанием воинов занимались с раннего детства. В армии служили до 60-летнего возраста. Подготовка юношей к будущей суровой жизни воина начиналась с 7-летнего возраста. Мальчиков забирали из семей и объединяли в отряды сверстников. Их учили читать, писать и пользоваться оружием. Еда была неприхотливой и скудной. Из верхней одежды мальчики получали только накидку. Ходили босиком, молча, потупив глаза и разговаривали только тогда, когда к ним обращались старше или когда это было необходимо. Спали на открытом воздухе без покрывала. Спартанские женщины пользовались большей свободой, чем женщины других греческих городов-государств. Наравне с мужчинами они могли заниматься спортом и военным искусством. Когда женщины отправляли своих мужей в поход, то желали им вернуться со щитом или на щите. И если мужчины возвращались со щитом, это означало, что они одержали победу. Погибших воинов приносили на щитах. С раннего детства спартанцы приучались говорить коротко и чётко. Поэтому и сейчас такую речь называют лаконичной. По названию области лаконика в Спарте, где именно так и разговаривали. Таким образом, Спарта превратилась в один из самых могущественных полисов Древней Греции. Все законы и правила поведения были направлены на укрепление власти спартиатов над покорённым населением. В Спарте существовала государственная система воспитания детей, которая отличалась от системы воспитания детей в других греческих полисах. Ты чурбан, если не видел Афин. Осёл, если видел их и не восторгался. А если по своей воле покинул их, то ты верблюд. Говорили древние греки. Чем прославился Афинский полис? Кто смог обеспечить его спокойное развитие и предотвратить готовящиеся кровопролития? Афинское государство возникло в Аттике. В этой области издавна жили животноводы и земледельцы. В прибережных зелениях – рыбаки, которые занимались ловлей морской рыбы. Город, названный в честь богини Афины, является одним из древнейших городов Европы. Он расположен на высоком холме в шести километрах от моря. В восьмом веке до нашей эры Афины превратились в центр самостоятельного государства – полиса. На улицах города появилось много лавок и ремесленных мастерских. В них трудились гончары и башмачники, кузнецы и каменщики. На Акрополе, возвышенной и укреплённой части города, стояли святилища и храмы, а также хранилась государственная казна. Знаменитое место Афин – Агора, расположенное вблизи Акрополя. Она служила местом собраний граждан полиса. На Агоре по рыночным дням шла бойкая торговля. Со всех концов Аттики сюда съезжались сотни людей. Афиняне покупали продукты питания, а земледельцы – ремесленные изделия. Чего только не было на рынке. Амфоры, бочки для зерна, кувшины и чаши, мотыги и серпы, шерстяные ткани, кожаные сандалии, прозрачное оливковое масло, лук и чеснок, овечий сыр и свежая рыба. Велик спрос на пшеничную муку, которую можно было купить только ранним утром. Большой отдельный ряд у продавцов вина. Греки употребляли вино в разбавленном виде, пьянство осуждали. У лотков с серебряными браслетами, кольцами и серьгами надолго останавливались женщины. Все расплачивались монетой, на которой изображались сова и голова богини Афины. Когда-то афинами управляли цари, но в середине 8 века до нашей эры власть оказалась в руках знати – аристократов. Совет старейшин ежегодно выбирал из числа знатных людей архонтов – правителей афинского государства. Мы уже знаем, что афинский демос был недоволен притеснениями со стороны аристократов. Между гражданами афинского государства готова была разгореться кровопролитная война. Все же они опомнились и стали искать выход из сложившегося положения. В 594 году до нашей эры афинские аристократы и демос созвали народное собрание и избрали архонтом всеми уважаемого Солона. Он был выходцем из знатной семьи, поэтому прославился как мудрый и дальновидный человек. Солона наделили большой властью, лишь бы он спас отечество от кровавых раздоров. Солон оправдал доверие афинин, он запретил долговое рабство. Все афинские граждане провозглашались навеки свободными людьми. Рабство сохранилось только для чужеземцев, взятых в плен или купленных. Всех граждан Солон разделил на группы по размерам дохода. Высшие должности в государстве могли занимать только самые богатые. Отныне к управлению государством допускалось не только знать, но и выходцы из демоса. Высшим органом власти в Афинах стало народное собрание. На нём решались важные государственные дела, принимались законы. Законы Солона были вырезаны на деревянных досках, которые установили на главной площади Афин. Договорились, что каждый, кто нарушит хотя бы один из них, должен будет во искупление вины посвятить богу статую из чистого золота высотой в человеческий рост. Благодаря законам Солона в Афинах начался переход от аристократии к демократии, то есть власти народа. В IV-V веках до н.э. в Афинском полисе существовал астракизм. Один раз в год на народном собрании решали, угрожает ли кто-нибудь демократии в Афинах. Если ответ был положительным, то на черепках писали имя человека, который, по мнению граждан, несёт угрозу демократии. Тот, против кого было подано наибольшее количество голосов, должен был на 10 лет уйти из Афин в изгнание. Таким образом, Афины – один из самых известных полисов Древней Греции. В Афинском полисе власть на долгое время захватили аристократы. Это едва не привело к войне демоса и аристократов. Законы Солона не допустили кровопролития и залашили основы демократии в Афинах. С V века до н.э. разрозненные греческие полисы столкнулись с самогущественной персидской державой, объединявшей десятки различных народов. На чьей стороне окажется перевес сил? Что станет решающим в победе над противником? Как в результате войн изменится власть в Афинах? Греческие колонии появились в Малой Азии ещё до Троянской войны. Когда персы захватили Малую Азию, царь Дарий I обложил греков непосильной данью. В ответ вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено. После этого Дарий потребовал от всех полисов Эллады земли и воды, то есть полной покорности. Многие города подчинились, только Афина и Спарта решили сопротивляться. В 490 году до н.э. армия Дария I высадилась на берег Аттики, севернее Афин, усиление Марафон. Афинский военачальник Мельтиад построил своё войско, ослабил центр и укрепил фланги. Персы легко прорвали боевую линию греков в центре и устремились к греческому лагерю. В это время стоявшие на флангах греки напали на персов сзади. В результате наступление персов сорвалось, и они отступили на корабли. Это сражение вошло в историю как Марафонская битва. Греки одержали победу над персами в битве при Марафоне, но часть персидского войска на кораблях отправилась к беззащитным Афинам. О разгроме противника и скором приходе Афинского войска следовало незамедлительно сообщить в Афины. С вестью о победе в город был отправлен конец Фидипит. По легенде, он без остановки пробежал более 40 километров, крикнул «Радуйтесь, Афиняне! Мы победили!» и упал замертво. Теперь Марафонский забег – обязательное соревнование в программе летних Олимпийских игр. Дистанция составляет 42 километра 195 метров. Новый царь персов Ксеркс двинул свою армию на Грецию с севера. По морю её сопровождал большой флот. К этому времени 30 греческих Олисов создали союз, чтобы вместе обороняться от персов. Первое крупное сражение состоялось в 480 году до н.э. в узком проходе у Фермопил. Во главе греков стоял царь Спарт и Леонид. С ним было 300 спартанцев и несколько тысяч союзников. Персы значительно превосходили греков числом, и все греческие воины погибли. Захватчики из армии Ксеркса грабили города, вытаптывали поля, вырубали виноградники и оливковые рощи. По решению народного собрания жители Аттики перебрались на остров Соломин под защиту флота. Даже после потери Афин греки не сдались. После марафонской битвы в Афинах был построен военный флот, состоящий из самых быстроходных в то время кораблей. Афинский военачальник Фемистокл убедил союзников дать персам бой на море. В 480 году до н.э. греки разгромили персидский флот у острова Соломин. После этого Ксерксу пришлось вернуть большую часть войска домой. В 479 году до н.э. остатки персидской армии были разбиты в битве у города Платеи. Только в 449 году до н.э. был заключен мир. По его условиям не только греки, жившие на Балканском полуострове, но и их соотечественники в Малой Азии, были признаны независимыми от персидского царя. Победа над персами оказалась возможной потому, что на защиту страны стали все греки, а не отдельные города или слои общества. В середине V века до н.э. в Афинах наиболее видным деятелем был Перикл, которого избирали первым стратегом 14 раз. Он умел убеждать граждан голосовать за предложенные им законы. В это время даже самые бедные граждане получили право занимать любые государственные должности. По предложению Перикла ввели оплату должностей. На народном собрании решали самые важные вопросы. Объявляли войну и заключали мир, принимали законы, выбирали архонтов, стратегов и других должностных лиц. После победы над персами значительно возросла роль Демоса, который внёс большой вклад в разгром врага. При Перикле в Афинах окончательно сложилась демократия. В работе народного собрания могли участвовать все афинские граждане, достигшие 20 лет. Гражданином Афин считался только тот, у кого мать и отец были коренными афинянами. Женщины, метеки и рабы в народное собрание не допускались. Метеки имели право жить в Афинах, заниматься ремеслом, торговлей, даже иметь рабов. Но прав граждан у них не было. За незаконное объявление себя гражданином человека обращали в раба. Из всех афинян граждане составляли меньшинство. Таким образом, сильнейшими полисами Греции были Спарта и Афины. В пятом веке до нашей эры греки сообща одержали победу над персами и отстояли свою независимость. В Афинах равными правами пользовались все граждане. Полностью бесправными были только рабы. Древнегреческий историк писал, что за время этой войны Эллада пережила столько бедствий, сколько ни разу не испытала раньше за такой же период времени. Почему вскоре после греко-персидских войн в Греции вновь разразилась война? В чём её особенности? Какую роль в дальнейшей судьбе она сыграла? Победа над персами была достигнута совместными усилиями всех греков. За время войны Афины создали большой и сильный флот и возглавили Афинский морской союз. Афины контролировали торговлю с причерноморскими колониями. Для содержания флота и армии афиняне часто использовали деньги союзников из общей казны. Просветающие Афины стремились установить господство над всей Элладой. Такая политика Афин противоречила интересам Спарты. Возглавляемый ею Пелопонесский союз вёл торговлю с колониями в Западном Средиземноморье. Спарта укреплялась и тоже стремилась к установлению контроля над всей Грецией. Постепенно почти все полисы разделились на два лагеря – сторонников Афин и сторонников Спарты. Война между двумя союзами стала неизбеждой. Она получила название Пелопонесской. Военные действия начались в 431 году до нашей эры. Спартанцы несколько раз вторгались в Аттику. Жители укрывались в Афинах и за длинными стенами, которые соединяли город и порт Перей. С моря подвозили припасы. Но из-за скученности началась эпидемия, погибли тысячи людей. Афины, используя флот, опустошали побережье Пелопонесса. Обе стороны несли большие потери, и в итоге был заключён мир, который продлился всего 6 лет. В 415 году до нашей эры афиняне решили захватить самую крупную колонию в Средиземном море – Сиракузы на острове Сицилия. Поход оказался неудачным. Большая часть афинского флота была потеряна. Многие воины попали в плен и были проданы в рабство. К тому времени на стороне Спарты оказались уже не только греки, но и персы. Они были заинтересованы в ослаблении Афин и всей Греции. На персидские деньги Спарта построила флот и начала войну с афинами на море. В результате нескольких сражений спартанцы смогли, наконец, победить афинский флот и осадить Афины. В 404 году до нашей эры, после пятимесячной осады, город пал. Пелопонесская война длилась 27 лет и унесла тысячи жизней. Разырялись города, гибли урожаи и домашний скот, уничтожались виноградники. Современники писали, что бедные составляли большую часть населения полиса. Хозяйства, оставшиеся без кормильцев и работников, разорялись. Большим ударом для Афин была потеря флота, а с ним и морских торговых путей. После поражения в войне могущество Афин было подорвано, и Спарта стала сильнейшим полисом Греции. Спартанцы активно вмешивались в дела других полисов. Они настаивали на отказе от демократии и установлении олигархии, как это было в самой Спарте. Спартанцы даже сделали попытку заменить афинскую демократию олигархией. Но афиняне восстали и не допустили этого. Пелопонесская война имела ещё одно важное последствие. Со времени её окончания никакие значительные события в Греции не обходились без участия персов. За помощью к ним обращались и спартанцы, и афиняне. Афинские военачальники нередко состояли на персидской службе. Даже восстановление Афин происходило во многом на деньги персидской державы. Взамен персы снова подчинили себе все поселения Малой Азии и близлежащих островов. Часть греков опять оказалась под властью Персии. Таким образом, после победы над персами произошло возвышение Афины Спарты. Борьба между ними за господство в Греции и Средиземноморье привела к Пелопонесской войне. В результате войны афины пришли в упадок. Возникла зависимость греков от Персии. Он кто? Полубог справедливый и добрый. Счастливый из тех, кто не гибнет в огне. Жестокий философ, великий географ или просто убийца на чёрном коне. Так написал об Александре Македонском современный поэт. Каким в действительности был известный полководец древности? С какой целью осуществлял завоевательные походы? Чего он смог добиться? Между Балканскими горами и северо-западным берегом Эгейского моря располагалась древняя страна – Македония. В середине IV века до н.э. царём Македонии государства, расположенного к северу от Греции, стал Филипп II. Это был умный и энергичный правитель, очень жестокий и властный. Он твёрдо решил подчинить Грецию. Пользуясь слабостью и ссорами греков, Филипп II захватил богатое золотом владения афинин на северном побережье Эгейского моря. Затем пали важные для торговли с побережьем Чёрного моря и для переправы в Азию города у проливов. Противники македонского царя в Афинах надеялись поднять народ против Филиппа II и объединить для борьбы греческие города. Но афины уже не имели прежнего влияния. В Греции у Филиппа II было немало сторонников, которые считали, что только он может силой прекратить бесконечные войны между греками. А помочь восстановлению Греции после Пелопонесской войны может победоносная война против Персии. Они были готовы признать власть Филиппа II, чтобы тот возглавил греков в этой войне. Пользуясь спорами греков, Филипп II довёл свою армию до Средней Греции. В 338 году до н.э. македонское войско разбило объединённое ополчение греков усиление Херонеи. В этой битве впервые отличился сын Филиппа Александр, командовавший македонской конницей. Именно она нанесла грекам решающий удар. После этой победы царя Филиппа II объявили вождём всех греков. Под его началом был заключён союз греков и македонян. Целью союза стала война с персидской державой. Но внезапно Филипп был убит заговорщиками. Во главе союза встал 20-летний Александр. Новый царь Македонии Александр был не только смелым воином и талантливым полководцем, но и мечтал о славе покорителя всего мира. Александр повёл свою армию на завоевание Азии. В Европу он больше не вернулся. Первая встреча армии Александра с персами произошла в 334 году до н.э. на реке Граник. Персидское войско не устояло перед яростным броском македонской конницы через реку. Одержав победу, Александр освободил от власти персов греческие города Малой Азии. По легенде, в одном из городов Малой Азии Александру показали повозку древнего царя Гордия с хитроумным узлом. Считалось, что человек, который сумеет распутать этот узел, станет властелином всей Азии. После нескольких безуспешных попыток Александр выхватил меч и разрубил Гордиев узел. С тех пор крылатое выражение «разрубить Гордиев узел» означает простое и быстрое решение сложной проблемы. Затем Александр двинулся вглубь полуострова. У городка Ис на узком перешейке между горами и морем греко-македонская армия встретилась с войском царя Дария Третьего. Конница во главе с Александром прорвалась к колеснице царя. Тот испугался и бежал с поля. После победы при Иссе армия Александра двинулась на юг и взяла финикийский город Тир. Осенью 332 года до нашей эры она вошла в Египет, где Александра встретили как освободителя от персидского ига. Египетские жрецы провозгласили Александра новым фараоном. Весной следующего года Александр двинул армию в Месопотамию. Здесь его ожидало войско персов. Решающее сражение произошло в 331 году до нашей эры при Гавгамеллах. Александр со своими всадниками снова прорвался к колеснице Дария и персидский царь едва спасся бегством. Александр без боя вступил в Вавилон, а затем занял столицу персов Персеполь. Вскоре Дарий III был свергнут своими вельможами и убит. Александр стал его преемником, царём огромного государства. В ходе нового похода Александр дошёл до реки Сырдарья в Средней Азии. Подчинив местных правителей, Александр решил двинуться в Индию. После переправы через Инд греко-македонская армия была атакована боевыми слонами местного царя опора. Александр выиграл и эту битву, но его армия понесла большие потери. По совету своих полководцев Александр отказался от продолжения похода на восток. Его армия вернулась в Вавилон, ставший новой столицей государства. Здесь Александр тяжело заболел и в 323 году до н.э. умер. Его полководцы начали борьбу за власть, и держава Александра распалась на несколько царств. Крупнейшими из них были Македонская, Египетская и Сирийская. Таким образом, в середине IV века до н.э. Македония стала могущественным царством. Её царю Филиппу удалось подчинить Грецию. Сын Филиппа II Александр разгромил персов и создал великую державу от Балканского полуострова до Индии. После смерти Александра державу разделили между собой его полководцы. Эллины, как и все народы Древнего Востока, стремились разгадать грозные и непонятные природные явления, познать таинственные силы, которые управляют человеческой жизнью. Мифы Древней Греции, созданные многие столетия назад, в настоящее время являются величайшим культурным достоянием человечества. В каких богов верили греки? Как почитали своих богов? В глубокой древности греки верили в существование души. Она находилась, как представляли эллины, в таких важных органах человека, как сердце, печень и почки. В момент смерти душа покидала человека и продолжала жить в загробном мире, мире теней. Греки считали, что душой обладают также реки, моря, растения, животные, камни и другие предметы. У древних греков существовал культ животных – быка, орла, волка, медведя. Греки почитали Грифона – мифическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла. Считалось, что оно объединяло в себе добро и зло. Большую роль в жизни греков играла магия и гадание. Вера – вещи сны. Религиозные верования древних греков отражали понимание ими смысла человеческой жизни, добра и зла, счастья и страдания. Древние греки считали, что боги обитают на горе Олимп, поэтому их называли олимпийскими. Они представляли богов в виде людей, живущих одной большой семьёй. Там, на Олимпе, в роскошных дворцах, боги проводили время в пирах и удовольствиях. Оттуда они спускались на землю и вмешивались в жизнь людей, помогали им или наоборот мешали. Самым главным божеством, отцом и богов и людей был Зевс. Он повелевал молнией и громом, даровал людям законы. Греки изображали Зевса в виде всемогущего царя, восседающего на троне со скипетром в руке. Жена Зевса Гера считалась верховной богиней и защитницей семьи. Два брата Зевса – Посейдон, бог морей и океанов, и Аид, бог подземного царства мёртвых. Посейдон всегда изображался стрезубцем, с помощью которого он поднимал бурю в океане. Особенно почитался сын Зевса Аполлон – бог света, покровитель искусства и поэзии. В Дельфах был построен храм Аполлона с Оракулом. Оракулом назывались священные места, где люди узнавали от жрецов замыслы богов. В Греции было много оракулов, но ни один из них не мог сравниться со славой и авторитетом Дельфийского. Сестра Зевса, богиня земледелия Деметра, научила людей выращивать хлеб. Греческие воины молились суровому богу Оресу, кузнецы – богу-труженику Гефесту, а торговцы – хитрому и изобретательному Гермесу. Большой любовью пользовалась дочь Зевса Афина, богиня мудрости и защитница городов. В её честь греки назвали город Афины. Богиня часто изображалась в военных доспехах и с собой – символом мудрости. Богиня любви и красоты Афродита тоже считалась дочерью Зевса. Кроме олимпийских богов, греками почитались многие другие божества. Богиня победы Ника, бог солнца Гелиос, богиня луны, дня, золи, ночи и ветров. В честь своих богов древние греки сооружали храмы и ставили статуи. Территория храма считалась священной и неприкосновенной. В храмах люди хранили свои драгоценности. Самым знаменитым в Древней Греции был храм Зевса в городе Олимпия на юге Греции. Греки старались не прогневить богов. Они строго соблюдали установленные обряды, возносили молитвы и совершали жертвоприношения. На жертвенном алтаре разжигали священный огонь. В огонь лили вино, масло, мёд или молоко. В особо важных случаях в жертву приносили животных. В огонь, в дар богу, бросались лишь отдельные части животного. Всё остальное съедали участники жертвоприношения. Для самых бедных людей это была единственная возможность полакомиться мясом. Греки воспринимали жертвоприношение как общую дружескую трапезу людей и богов. В честь богов организовывались праздники и торжества. В это время к священным местам стекалось множество людей. Существовали праздники в честь какого-нибудь одного бога или многих богов. В Афинах проводились торжества, посвященные богине Афине. В Олимпии устраивались общегреческие праздники в честь Зевса. Особое место занимал праздник Дионисии, проводившийся в честь бога плодородия, винограда и вина Диониса. Кроме жертвоприношений, каждый праздник сопровождался танцами, проходили музыкальные представления и спортивные соревнования. Люди верили, что таким образом они устанавливали связь с самими богами. Таким образом, древние греки были язычниками. Они верили в сверхъестественные силы и поклонялись множеству богов. Особо греки выделяли и почитали олимпийских богов. Жители Греции просили у богов помощи и поддержки, совершали культовые обряды, организовывали в их честь многочисленные праздники. Только благодаря образованию человек становится самым прекрасным и самым божественным из существ. Невежда же – самое дикое создание из всех существующих на Земле, считал древнегреческий мыслитель Платон. Чему и как учили детей греки? Какую письменность использовали? Какой вклад в мировую культуру внесли древнегреческие учёные? Письменность на основе алфавита возникает в Греции только в VIII веке до н.э. Она состояла из букв, обозначавших отдельные звуки. Многие буквы и сам принципы записи живого языка были взяты у финикийцев. Первую букву финикийского алфавита «Алев» греки назвали «Альфа». На письме она обозначала звук «А». Вторую букву «Бет» греки назвали «Бета». Она стала обозначать звук «Б». Отсюда и произошло слово «Алфавит». Главных отличий греческого алфавита и письма от финикийского было два. Во-первых, греки создали отдельные буквы для гласных, а у финикийцев для гласных на письме своих букв не было. Во-вторых, финикийцы писали справа налево, а греки – слева направо. Именно греческим алфавитом и были записаны все известные нам сочинения древнегреков. В Древней Греции грамотных людей было не очень много. Учёба стоила дорого и отнимала много времени. Поэтому учиться чтению и письму могли позволить себе только богатые люди. Школ было немного, и учились в них только мальчики. Обучение начиналось с семи лет с изучения чтения и письма. Писали металлической палочкой на дощечках, покрытых воском. Палочка для письма называлась стилос. После обучения грамоте преподавали три предмета – словесность, музыку и гимнастику. Цель обучения состояла в том, чтобы ученики знали много стихов, могли декламировать наизусть красивые речи, были сильными и умели играть на музыкальных инструментах. Основателем греческой науки считается Фалес из Милета. Его имя стало символом мудрости. Фалес сделал открытие в астрономии, математике и физике. По легенде, когда Фалес был в Египте, он поразил фараона тем, что сумел точно установить высоту пирамиды. Учёный дождался момента, когда длина тени палки стала равной её высоте, и тогда измерил длину тени пирамиды. Большой вклад в математику внёс Пифагор с острова Самос. Ему приписывают создание таблицы умножения. Одним из основателей механики стал житель греческих Сиракуз Архимед. Выдающимся учёным, которого считают основателем европейской медицины, был Гиппократ. До сих пор врачи приносят клятву Гиппократа, основой которой является обязательство оказывать помощь больному и не вредить ему. Известный учёный Эратосфен первым достаточно точно вычислил размеры земли. Отцом истории считают Геродота. В труде «История» он описал греко-персидские войны и отношения греков с народами Востока. Особое место в истории Древней Греции занимает философия, что в переводе означает «любовь к мудрости». Многие её представители стали символами европейской мысли и учёности. Сократ учил, что человек должен жить по законам справедливости. Ученик Сократа Платон создал школу для взрослых, академию и пытался объяснить устройство мира. Демокрит считал, что устранить зло и несчастье можно путём приобретения знаний. Основатель школы под названием Лицей, учитель Александра Македонского Аристотель – один из создателей основ современного научного знания. Таким образом, древние греки создали алфавит на основе финикийского письма. От греческого алфавита произошли многие алфавиты современности. Греки сделали много научных открытий в астрономии, математике, медицине и географии. В Древней Греции возникла и достигла расцвета философия. Многие достижения древних греков вошли в сокровищницу мировой культуры. Гармоничные произведения древнегреческих архитекторов, живые и непосредственные извояния скульпторов, изящные росписи художников не только пережили века, но и оказали влияние на всю последующую культуру человечества. Какие достижения древнегреческой культуры прославили своих авторов? Храм – самое удивительное в греческой архитектуре. Его главной частью являлась центральная комната, где стояла статуя Бога, хранились священные реликвии и дары верующих. Освящение попадало сюда через двери или специальные отверстия в стенах или крыше. Длительные ритуалы в честь Бога совершались под крышей, поскольку здесь можно было укрыться от палящего солнца. Вход в священную комнату украшался колоннами. Колонны изготавливались в форме цилиндра, а также в виде человеческого тела. Колонна в виде мужской фигуры называлась атлантом, в виде женской фигуры – кариатидой. Одним из самых известных храмов был афинский Парфенон в честь богини Афины, входившей в священный верхний город – Акрополь. Здесь же на Акрополе стоял Эрехтейон – храм в честь Афины, Посейдона и мифического царя Афин Эрехтея. Славу одного из чудес света приобрёл храм Артемиды в городе Эфесе на побережье Малой Азии. Несчастью, он был сожжён Геростратом, который хотел остаться в истории, однако без положительной окраски. Как и в архитектуре, в скульптуре наивысшие достижения были связаны с изображениями богов. В отличие от богов Востока, греческие боги изображались в виде людей. Статуи богов ставились не только в храмах, но и на городских площадях и в священных рощах. Помимо богов, мастеру часто заказывали статуи атлетов, победивших в общегреческих спортивных соревнованиях. В отличие от богов, спортсмены всегда изображались обнажёнными и практически не уступали богам своим внешним видом. Именно в изображении человеческого тела греческие скульпторы достигли наивысшего мастерства. До нас дошли имена некоторых выдающихся древнегреческих скульпторов. Фидий остался в истории благодаря сделанным им статуям богов. Зевсы в Олимпии, объявленной одним из чудес света, афины-воительницы на афинском Акрополе и афины-девы в храме Парфенон. Прокситель создал прекрасные статуи Афродиты и Гермеса. Скульптуры атлетов сделали бессмертными автора-копьеносца Поликлета и создателя дискобола Мирона. Их произведения передавали не только красоту и совершенство тел атлетов, но и их движения. Греки высоко ценили живопись. Её сюжетами становились, как правило, события мифов или спортивных соревнований. Большой популярностью пользовались картины о троянской войне, деяниях богов и подвигах героев. Эти же сюжеты характерны и для росписей на глиняных сосудах. Рисунки, как правило, были чёрного или красного цвета. Наряду с различными сюжетами керамические росписи содержали разнообразные орнаменты. Греческие керамические сосуды пользовались большим спросом за пределами Греции. Со времён Александра Македонского широкое распространение получили изображения из цветного стекла и самоцветов. Таким образом, древние греки достигли выдающихся успехов в архитектуре, скульптуре и живописи. В изображениях богов и героев скульпторы воплотили свои представления о прекрасном и совершенном человеческом теле. Греческая керамика была известна далеко за пределами Греции. Древние греки оставили нам множество открытий, которыми мы пользуемся до настоящего времени. Буквы греческого алфавита, имена греческого происхождения, театр и олимпийские игры. Как был устроен и чему учил греческий театр? Почему спортивные состязания получили название олимпийских? В каких видах состязались атлеты? Древние греки любили устраивать торжества, связанные с почитанием богов. Наибольшей известностью пользовались зрелища во время Дионисии в Афинах. Зрители собирались на склоне холма, где из камня были вырублены скамьи. Внизу находилась площадка с шатром, в котором исполнители ролей переодевались. Этот шатёр по-гречески назывался скена. Позже его заменили каменным зданием. На скене висели декорации, перед ней выступали актёры. А всё сооружение в целом получило название «театр», что означало «место для зрелищ». Сначала актёры играли сцены из мифов о Дионисе. Позднее стали разыгрываться и другие сюжеты. В первых постановках все роли играл один актёр. В дальнейшем исполнителей стало двое и даже трое. Ещё одним действующим лицом театрального действия был хор, с которым актёр разговаривал. Актёры могли просто вести беседу, петь, но чаще читали стихи. Хор всегда только пел. Актёры носили маски, по которым зритель узнавал изображаемый персонаж. Все роли исполнялись только мужчинами. На представлениях, посвящённых Дионису, актёры одевались в козлиные шкуры, изображая спутников бога, сатиров. Они распевали в его честь песни. Так появилось слово «трагедия», что в переводе с древнегреческого означает «песня козлов». Трагедия всегда имела печальный сюжет и заставляла задумываться о том, что для человека было особенно важным. К каждому большому празднику готовилось как минимум четыре новые постановки. Три трагедии и одна пьеса, которая вызывала смех. Называлась такая постановка «Комедия». Самыми известными авторами Древней Греции были Эсхил, Софокл, Еврибит и Аристофан. Эсхил первым вёл в постановку второго актёра. Двое актёров могли представить сюжет уже не только как рассказ, но и как действие, которое называлось драмой. В своих трагедиях Эсхил первым стал использовать декорации, дополнившие маски. Софокл был известен своими трагедиями, посвящёнными сюжетам о героях прошлого. Он написал более 120 пьес. Их главная мысль состояла в том, что человек, несмотря на все усилия, бессилен против своей судьбы. Еврибит, в отличие от других авторов, под видом героев известных мифов, показывал своих современников, обычных людей. Его пьесы – это размышления о том, что такое боги и что важнее – сила или правда. Аристофан считался лучшим из авторов комедий. Он высмеивал жадность, глупость, чванство, праздность, пристрастие к пустой болтовне. Его критики подвергались как простые люди, так и философы, поэты, видные политические деятели. Одними из самых известных праздников Древней Греции были торжества в честь Зевса в Олимпии, поэтому они получили название Олимпийские игры. По преданию, первые Олимпийские игры прошли в 776 году до нашей эры. С тех пор игры проводились один раз каждые 4 года. На торжества съезжались люди со всей Греции. На Олимпийские игры допускались только граждане. Варварам доступ был категорически запрещен. На время проведения игр объявлялся всеобщий мир. Кто нарушал его, подвергался наказанию. Главными событиями игр были спортивные состязания. Атлеты соревновались в беге, прыжках, метании копья, диско, борьбе и гонках на колесницах. Победителей награждали венками, им ставили статуи. Таким образом, Древняя Греция является родиной театра. Здесь возникли первые трагедии и комедии, в которых главное место отводилось не богам, а людям. Олимпийские игры, основанные греками, были праздником здорового тела и духа. Честь бесценна и радость тому, у кого она есть. Безделье в юности, нищета в старости. Такие мудрые советы давали древние греки своим детям. А как относились греки к общественным обязанностям? Как был организован их быт? Где жили, как питались и одевались? Вы уже знаете, что в Древней Греции существовало множество городов-государств, полисов. Все мальчики, родившиеся в семье граждан, при достижении совершеннолетия становились гражданами полиса. Гражданство давало человеку право владеть имуществом, участвовать в управлении государством. Важнейшие государственные вопросы граждане постоянно обсуждали и решали сообща. Для этого требовалось много времени проводить вместе. Именно поэтому в греческих городах имелись общественные места, где граждане могли встречаться. Совместные встречи способствовали сплочённости граждан, общности их интересов. Самыми важными местами в городе были Акрополь и Агара с многочисленными величественными общественными зданиями. Власти заботились о красоте и пышности общественных строений. Ведь они были символом могущества каждого города. Ярким примером величия Афин служит Акрополе. До сих пор он возвышается над городом, напоминая о древних корнях европейской культуры. Если общественные здания были открыты для всех, то греческий дом являлся замкнутым миром частной жизни. Жилище представляло собой несколько построек, окружённых глухой стеной. В центре находился внутренний двор, часто с бассейном. Окна никогда не выходили на улицу. В каждом доме в специальном помещении постоянно горел в очаге огонь. Он был посвящён богине Гестии, покровительнице дома и семейного счастья. Дома строились из камня или из кирпича сырца. Ночью дом освещали небольшие глиняные лампы, а у богачей – большие металлические подставки с горящим маслом. Жилые постройки располагались скученно. Улицы были узкие, запутанные и без освещения. Богатые люди старались жить за городом. Стены жилых помещений в богатых домах обязательно красили. Греки особенно любили синий и красный цвета, а также различные орнаменты. В богатых домах на полу выкладывали узоры из разноцветных камней. Повседневная пища греков была очень простой. Утром перед работой просто размачивали сухой хлеб в воде или козьим молоке. Днём ели ячменные лепёшки с козьим или овечьим сыром и добавляли к этому несколько оливок. Только вечером еда была более основательной – ячменная каша или овощи с рыбой. Рыбу потребляли в больших количествах. А вот мясо овец, коз или быков было настоящим лакомством, которое ели только на празднике. В битве при Платеях греки захватили богатый шатёр предводителя персов. Глава греческого войска, увидев пищу персидского полководца, засмеялся и сказал «Эллины, я пригласил вас для того, чтобы доказать вам глупость персов. У них такой богатый стол, а они пришли отнять у нас нашу бедную пищу». Для одежды древние греки использовали широкие куски тканей, которые оборачивали вокруг тела и застёгивали специальными застёжками. Женская одежда была длиной до пят, а мужская достигала колен. Одежда была из шерсти или изо льна. Таким образом, греки придавали большое значение участию в общественной жизни полиса. Быт, жилище, питание и одежда древних греков были простыми и неприхотливыми. Александр Македонский мечтал объединить Запад и Восток, различные религии и культуры, чтобы эллины и варвары не различались между собой ни по плащам, ни по щитам. Каков был итог этого объединения? Что дала миру новая культура, появившаяся на просторах державы Александра Македонского? В результате завоеваний Александра Македонского была создана огромная держава от Греции до Индии. В состав государств, образовавшихся после её распада, вошли земли с древнейшей многовековой культурой. Это были Малая Азия, Сирия, Финикия, Палестина, Египет, Месопотамия и Иран. В этих землях военачальники Александра провозгласили себя царями. Они сами устанавливали законы и передавали власть по наследству. Новые государства оказались скреплены не только военной силой. Покорённые народы стали принимать греческие обычаи и достижения. Древнегреческий язык стал общим языком для населения этих стран. Греческая культура всё больше переплеталась с местными традициями, с культурой завоёванных народов. Так возникла эллинистическая культура, которая со временем достигла небывалого расцвета. Символом величия древнегреческой цивилизации стало строительство нового города – Александрии Египетской. Город был основан Александром Македонским и назван в его честь. Он отличался от старых тесных греческих городов и стал примером для будущих. Александрия была распланирована на широкой равнине у моря. В центре на пересечении проспектов располагалась большая площадь. В городе было много парков и зелени. Здесь соорудили водопровод. Свежий морской ветер свободно продувал прямые улицы, унося духоту. Это препятствовало возникновению болезней и эпидемий в многолюдном городе. Александрия была также крупным торговым центром эллинистического мира. Эллинистические монархи способствовали развитию различных наук. Так правители Александрии приглашали к своему двору известных учёных. Они щедро вознаграждали их и освобождали от уплаты налогов. Александрия стала крупнейшим научным центром. В Александрии был открыт мусион. Его название можно перевести как «дом-муз». Он был посвящён музам – покровительницам различных знаний и искусств. Мусион стал центром науки и культуры. Здесь находились лаборатории для учёных, зоопарк и ботанический сад. В библиотеке было собрано более полумиллионно рукописных книг. От его названия произошло слово «музей». В мусионе работали выдающиеся учёные из разных стран. Астрономы сумели создать удивительные механизмы для изучения солнечных затмений. Они доказывали, что Земля – шар. Медики описали нервную систему человека. В мусионе некоторое время работал и Архимед – выдающийся математик, физик, изобретатель многих механизмов. Правители династии Птолемеев, которые правили в Египте, создали при мусионе научную библиотеку. В ней хранились папирусные свитки, которые Птолемеи собирали, не жалея ни денег, ни усилий. Один из царей приказал, чтобы все прибывающие в Александрию иностранцы предъявляли имеющиеся у них книги. Если библиотеке таких книг не оказывалось, их забирали, делали копии и эти копии возвращали. Иногда они гнушались обманом. Один из Птолемеев под залог в громадную сумму около пяти сотен килограммов серебра получил из Афин оригиналы трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида, но вернул лишь копии, удержав оригиналы в Александрийской библиотеке. Залог так и остался у афинин. В эллинистической культуре возникло представление о семи чудесах света. Так греки стали называть самые выдающиеся творения человечества. В Александрии на острове Фарос был построен маяк высотой более 120 метров. Ночью на его фершине постоянно горел огонь. Через систему отполированных бронзовых зеркал он давал сильный луч света. Этот свет был виден в 80 километрах от берега, указывая кораблям путь в гавань богатого города. Греки назвали маяк одним из семи чудес света. Фаросский маяк использовали более полутора тысяч лет. Когда он пострадал от землетрясения, его разобрали. На острове Родос была построена огромная 36-метровая статуя бога солнца Гелиоса. Её издалека видели мореплаватели. Поэтому она получила название Колосс Родосский. Пышную гробницу царя Мавсола в Галикарнасе, украшали многочисленные скульптуры. Подражая её красоте и величественности, правители других государств также стали строить себе погребальное сооружение – мавзолеи. В список семи чудес света греки включили не только созданные ими великие творения. Само представление об этих чудесах показывает взаимовлияние античной и древневосточной культуры. Таким образом, Александр Македонский объединил античную Грецию, страны Передней Азии и Египет в одну эллинистическую цивилизацию. Центром эллинистической культуры стал город Александрия, где работали выдающиеся учёные древности. Эллинистическая культура оказала большое влияние на соседние народы. Она стала образцом для дальнейшего развития европейской культуры.